Я хотел еще исполнить свой долг и передать последний привет от моей жены. Да, она тоже помнила о вас в последние дни. Что-то я говорил на WhatsApp звуковой и хотела лично что-то сказать. Я говорю, я от тебя скажу это. Я хочу еще вначале сказать, мы очень благодарны как семья. Тоже привет от всех наших детей, внуков, всем, кто за нас молился эти последние дни. И нам это было очень дорого. Звонки, какие-то сообщения, какие-то фотографии. И это была поддержка. Мы очень ценили это. Я старался с Олей делиться всем тем, что я получал тоже. И это был нелегкий путь. Здесь мы проходили долину смертной тени. И я хочу засвидетельствовать, что мы прикоснулись к вечности. И мы видели невидимого Господа, который шел с нами рядом. И такой момент был. У меня был такой опыт служения. Знаете, в послании к евреям есть такой текст. Написано, что Слово Божие живо, действенно и острее всякого меча бою до остро. Оно проникает до разделения составов и мозгов. Судит помышление, намерение сердечное. То есть, куда уже ничто не может проникнуть, а Слово Божие может проникнуть. И когда моя супруга Оля уже была в такой легкой коме. Это несколько раз случалось в последние дни. Мы были рядышком. И я стоял возле кровати на коленях. И я стал ей цитировать стихи из Библии. И я говорю, Господь, пастырь мой. Она лежит с закрытыми глазами. И вдруг она начинает шепотом говорить. Я ни в чем не буду нуждаться. И я говорю, Он покоит меня на злачных пажетях. И она повторяет, и водит меня к водам тихим. И я говорю, если я пойду и долиной смертной тени. И она говорит, не убоюсь зла. Потому что ты со мною. Знаете, мы просто испытали особое благословение при всех этих переживаниях. И в контексте всех этих событий, которые вот произошли. Я хотел сегодня тоже говорить о готовности. Я сегодня братску спросил Женю, ты о чем будешь говорить? Он говорит, о готовности. Я говорю, ну я тоже. Значит, мы в одном духе говорим. Обычно проповедники, когда готовятся, они молятся. И когда-то у нас даже такая была договоренность, что братья, которые по графику должны проповедовать, мы договорились молиться друг за друга, чтобы это было в духе. Пожалуйста, сидя, послушайте этот текст. Евангелие от Мальфея, 25 глава. Тогда подобно будет царство небесно десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилась недостатка и у нас, и у вас. Пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы, и говорят, Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им в ответ, истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Аминь. Как-то мне позвонил один брат и говорит, как дела? Я говорю, ну, знаете, надо трудно на такой вопрос ответить даже. Я говорю, ну, слава Богу. Что делаешь? Я говорю, готовлюсь к вечности. Он говорит, заболел что ли? Я говорю, нет. А что случилось? Я говорю, ну, вот как покаялся, начал готовиться. А, говорит, а то я уже испугался, думал. Может, раком заболел или еще что-то такое. Это неправильно, когда, знаете, вот так звонок последний зазвенит, и человек начинает думать, как тут-то. Потому что мы уже слышали, мы не знаем ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. И вот эта притча, которую мы прочитали о десяти девах, это и эту притчу Иисус вот сказал в своей прощальной беседе со своими учениками. Он им уже говорил многое. А теперь Он говорит, что будет. То есть, это, подобно вот этой притче, будут обстоятельства складываться в тот момент, когда Сын Человеческий придет за своей церковью. Это настолько серьезно, что мы должны взять уроки отсюда. Жених, образно, это Христос. Вот эти девы, это церковь. Это невеста Господа Иисуса Христа. И мы сегодня призваны проверять свое сердце. Проверять свое сердце. Я хотел обратить внимание, как важно быть всегда готовыми. Это чрезвычайно важно. Я помню, у нас в Абая была одна сестра. У нее был рак легких. Она настолько тяжело болела. И она даже не могла лежать. Она сидела на стуле день и ночь. И если так уснуть, она вот так на спинку стула. И как-то ее там держали, привязывали, чтобы хоть отдохнула, не могла позу даже менять. Очень сильные боли. И когда я ее посещал, она мне говорит, Франц, пожалуйста, скажи всем. Если кто-то рассчитывает на то, что, а, потом перед смертью покаюся. Не получится, говорит. Если бы я не имела Христа в своем сердце сейчас, да, но это просто, это было бы отчаяние, это просто нереально. Нереально в этой боли и так далее, столько мыслей всяких. Но вот Христос, живущий в моем сердце, Он дает мне силы. Мы должны всегда быть готовыми. И это очень важно. Братья и сестры, когда уже за несколько дней до смерти Оли, я не люблю это слово смерть, скажем, до того момента, когда Иисус взял Олю к себе, были собраны все наши дети, внуки. Мы ловили каждое слово, мы общались с ней, мы молились, мы пели. И пришла врач одна. Ну и мы так вышли, а несколько человек осталось в комнате там. И она должна была что-то делать, врач там. И она говорит, а кто эти люди все? У нас 34 человека. А я говорю, это наши дети, внуки. Она так удивилась, и она смотрит на Олю, она улыбается. И она ничего не может понять. Я говорю, мы христиане, мы любим Господа, мы держимся за Господа. Знаете, она заплакала. И говорит, врач, какие вы счастливые люди. Какие вы счастливые люди, говорит. Я говорю, по своей профессии, как врач, и именно в той специфике, где она врач, она говорит, я бываю очень часто у постели умирающих людей. Люди кричат, у людей отчаяние, родственники просто не знают, что делать. Она говорит, вы счастливые люди. И я говорю, у нас есть Христос. Только поэтому. Только поэтому. И знаете, когда мы так анализировали жизненный путь, наши дети, свои мамы тоже, мы увидели, что эта готовность была в течение жизни. То есть, это ее отношения были к Богу. Я сейчас об этом могу говорить, потому что Писание говорит, что мы вспоминали наставников наших, взирая на кончину, и подражали вере их. Я хотел, чтобы через это был Господь прославлен. Вот действительно, вот эти личные отношения с Богом. Живая вера. Готовность ли на любой момент встречи с Богом. Когда врачи взяли анализ, биопсию, в трех местах, и должны были на другой день сказать результаты, Оля потом говорит, я знала, что у меня рак. Мне Бог это уже открыл раньше. И когда они ей это сказали, она так спокойно это восприняла, они подумали, что она через перевод не так поняла, потому что говорили на немецком языке. Она говорит, нет, я все поняла, да, все, спасибо, да. И наши дети потом говорили, мы приходили утешать маму, но мама нас утешала, мама нас ободряла. И знаете, это было настолько сильно, настолько действенно. Вот мы, я вот вспоминал часто вот этот стих, где написано про Моисея, он как бы, видя невидимого, оставался тверд. Мы тоже видели невидимого. И я знаю, что это по молитвам многих братьев и сестер, но вот это особое присутствие Бога, особое его водительство, это было очень сильно. И когда Оля была дома, ну, немножко слабость была, конечно, уже такая. Мы ее водили под руку со стола, она еще кушала. Еще за несколько дней до этого еще немножко покушала. И вот сидит, кашку ест, и говорит, ой, такая ложка тяжелая. Можно чайную ложку? Ну, столовая ложка тяжелая. Конечно, мы даем ей чайную ложку. Но она покушала, потом опять пошла, легла и говорит, дай Библию. У нее тоже такая большая Библия, но немножко тяжелее, чем чайная ложка. Я фотографирую это, детям говорю, они плачут и говорят, мама нас еще и при смерти учит, что нужно Библию читать. Вот Библию держать не тяжело, да? А вот ложку тяжело, как бы вот. И знаете, много таких моментов. Я хотел просто направить сейчас наши мысли на то, что мы должны быть всегда готовыми. Всегда готовыми. Извините, еще один такой момент. Это в моем сердце. И когда Господь уже принял решение взять Олю к себе, мы были рядышком. Я был, Регина была, Ирина еще одна дочь и Вика, наша сноха. Как раз там по очереди дежурили, это было ночью. И в час ночи, с понедельника на вторник, и я понял, что все, Господь ее забирает. Каким-то удивительным образом Бог это открывает. С одной стороны, я ее держу за руку, просто руку держу в руке. С другой стороны, Регина держала. Я помолился, один раз помолился, два помолился. И потом вдруг Регина говорит, папа, мама глаза открыла. И я так смотрю, но я молился с закрытыми глазами, смотрю. И знаете, я увидел такое сияние веры. Она так посмотрела на нас, так улыбнулась радостно. И потом два раза вздохнула. И Господь взял ее к себе. И знаете, в нашей семье это было как духовное обновление. Наши дети сказали, мы не боимся смерти. Бог показал нам, как надо переходить в вечность. И я помню, Вика говорит, она тоже стояла рядом. Она говорит, у меня было такое ощущение, что мы прикоснулись к самой вечности. Вот так. Подошли, и вот двери открылись. Иисус маму взял. Говорит, а вы еще подождите. А вы еще подождите. И знаете, такое желание быть всегда готовыми. Быть всегда готовыми. Это для нас был такой особый пример веры. И я хочу сказать это для славы Господа. Мы видели подвиг веры. Подвиг веры. О чем говорит эта притча? Иисус очень переживал. Из-за учеников своих, из-за его последователей. И он хотел этой притчей обратить внимание, или побудить, или возгреть усердие, чтобы люди были готовы на тот момент. Чтобы никто не оказался опоздавшим. Вот как эти пять неразумных дев, которые с опозданием пришли, и уже стояли у закрытой двери, и говорили, Господи, Господи, отвори нам. Он сказал, я не знаю вас. У них не было личных отношений с Богом. Знаете, когда я смотрю иногда на такое тлеющее христианство в сердцах некоторых людей, я думаю, это вообще возрожденные люди или нет? Или они просто называются детьми Божьими? Или они настолько остыли, что не виден этот свет? Иисус сказал, вы свет миру. Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного. Но когда жизнь так называемых христиан искажает образ Иисуса Христа, и люди разочаровываются в Боге, глядя на тех, которые несут это высокое имя христианин, тогда есть о чем думать. Братья и сестры, вот эти неразумные девы, они знали, что у них неправильное состояние. это не то, что они думали все нормально и вдруг они сказали, светильники наши гаснут. Они понимали, что не все правильно в жизни, но они не позаботились об этом. Они отложили это на потом. Они тоже рассчитывали, что где-то как-то может быть, что-то можно будет поправить. Это притча, если сказать в одном предложении, это призыв к личной готовности. Одолжаемой веры не бывает. Никто не сможет войти в Царствие Божие за счет кого-то. И даже наше посещение Дома Божьего не гарантирует нам спасения. И даже вера в существование Бога и вера в то, что Он умер на кресте, и признание, что мы грешники, еще ни о чем не говорит, жених замедлил и задремали все. Это свойственно людям. Но Он придет в свой час. Люди перестают ожидать. Гаснет вот этот дух ожидания. И мы призваны сегодня обратить на это внимание. Иисус говорит, бодрствуйте. Обстоятельства жизни, это сильнейшее искушение будет вас усыплять. Может дойти до того, что люди полюбят неправедность. Люди даже грехи станут любить. Они будут жить по принципу, что мне нравится, то и нравственно. Планка будет опускаться ниже и ниже. И Господь серьезно предупреждает. И я не знаю, как правильно истолковать вот этот момент. Полночь раздался крик. Это может быть и Дух Святой, который касается сердец людей и говорит, готовься. Тебе мало осталось. Это может быть сами верующие люди в этой притче. Может быть, кто-то из этих, которые задремали все, проснулся. И они сказали, жених идет, вставать надо. Они стали будить друг друга. Но в тот самый важный момент, когда нужно было войти, выйти навстречу жениху с горячим светильником, они сказали, пятеро из них, а наши светильники-то гаснут. Мы просто не дойдем в таком состоянии. Надо что-то делать. Но вы знаете, мы не должны. Есть вещи, которые нельзя откладывать на потом. Это надо делать своевременно. Все так усыпляет, отвлекает. Но Господь Духом Святым касается наших сердец. Братья и сестры, Он сегодня обращается к нам. Уже раздался крик, жених идет, скоро придет Господь. Вы знаете, на сегодняшний день вот все, что мы видим вокруг, что происходит в мире, это признаки последнего времени. Нам даже трудно себе вообразить и представить, вот насколько мир отвернулся от Господа. И так называемые христиане сегодня пошли широким путем. Я в среду говорил на разборе слова Виттенберг. Это церковь, которая когда-то Мартин Лютер 506 лет назад примерно прибил свои знаменитые 95 тезисов и вспыхнул огонь реформации. В этом году, в мае месяце, в этой же церкви появился священник-робот. Не нужен живой священник, робот. Он может говорить на шести языках, ты можешь выбрать любой кнопкой, язык. Если тебе не нравится мужчина-пастырь, он будет говорить как женщина, будет женщина-пастырь. Сегодня уже есть случай, когда роботы сочитывают людей. Сегодня уже появились автоматы для причастия. Просто подходишь к автомату, становишься перед этим автоматом на колени, бросаешь туда денежку, и тебе выдают кусочек хлеба и вина, чтобы ты причастился. появились так называемые священные благословляющие статуи, когда ты можешь перед ними, перед этими истуканами исповедаться, и они даже возложат на тебя руку на голову и благословлят тебя, и выдадут тебе печатный текст, как ты должен жить дальше. Это все признаки последнего времени. Это как раз разорвать живые отношения с истинным Богом. Братья и сестры, мы живем в это время. Скоро Господь придет. И мне хотелось, чтобы мы сегодня проверили свое сердце, наша жизнь. Есть ли свет? Не исказили ли мы образ Иисуса Христа? Лично ли мы готовы? Есть ли усердие? Есть ли ревность? Есть ли посвященность? Я скажу вам тоже, как служитель, беседая с многими людьми, некоторые настолько опустошены, они не знают, как двигаться дальше, потому что один грех рождает другой грех, и все это наслаивается, и потом все притупилось, нету остроты. Вы знаете, то, что касалось когда-то сердца, уже не касается сердца. Когда одной христианке стали говорить, которая остыла духовно, стали говорить ей, ну как же так, ведь Иисус Христос умер на кресте за твои грехи, как ты можешь так равнодушно к этому относиться? Она говорит, ну а в принципе ничего особенного, Александр Матросов тоже бросился на амбразуру. Вы знаете, это страшно слушать, но это дух последнего времени. Во многих охладеет любовь, взаимоотношения между детьми Божьими, отношения к Писанию. Сегодня мы должны с болью говорить о том, что молитвенные собрания становятся самыми непосещаемыми собраниями. Почему? Бог перестал отвечать? Почему нету вот этого ревения, желания? Почему есть другие приоритеты? Почему это не номер один? У порога вечности происходит переоценка ценностей. Но жалко, если для кого-то это будет поздно. Я иногда думаю, если погибнут люди, которые, ну скажем, только слышали о Боге, но не знали лично Бога, оно понятно. или люди, которые не ходят на служение, ну, жалко, но тоже понятно. Но если те, которые были под звуками Слова Божьего, которые знали истину, которые были как бы на этом пути, если они придут к воротам вечности, и Бог скажет, я не знаю вас, отойдите от меня, делающие беззаконие, это же катастрофа. Братья и сестры, давайте мы проверим свое сердце сегодня, свою личную персональную готовность встречи с Господом. Можем ли мы действительно, вот, анализируя свою жизнь, сказать, гряди Господи Иисусе, я жду тебя, я люблю тебя, и я нахожусь в ожидании встречи с тобою. Или, может быть, так откровенно, об этом трудно вслух признаться, но мы сами себе говорим светильник мой погас или угасает, или вы понимаете, что у вас тлеящее христианство, нету горения, нету рвения, нету этой посвященности, любовь потеряна, нету жажды к писанию, не говорит Слово Божия, не тянет читать его, нету радости быть в молительном общении, мы должны быть очень честными, мы сегодня находимся в Доме Божьем, мы находимся в Божьем присутствии, вы знаете, может прийти момент, который для нас последний момент, я помню, как-то у нас на одном служении, здесь вот так Бог меня побудил, и я говорю, это было в этом молитвенном доме, братья и сестры, у меня вот так на сердце вот кого-то из нас на этой неделе Господь заберет, я не знаю кого, но Бог меня побуждает это сказать, подумайте, проверьте свое сердце, и знаете, среди нас был один брат, это был Юра Скворцов, это так коснулось его сердца, это потом его близкие сказали, он стал молиться серьезно, он стал, позвонил своей дочери, он стал что-то приводить в порядок своей жизни, и он говорит, это Бог моему сердцу проговорил, понедельник утром он пошел на работу, ему стало плохо, он сел и умер, братья и сестры, Христос может сегодня прийти, вы знаете, мы находимся в искушении думать, что не скоро придет Господин мой, и если он замедлил, написано не медлит Господь исполнением обетований, он долготерпит нас, он придет в свой час, он придет за церковью, и он придет лично за каждым из нас, готовы ли мы это слово Господа, он положил мне это на сердце, положил на сердце брата Евгению сказать, гряди Господи, я готов, если Дух Святой где-то в чем-то нас сейчас обличает, если вот так откровенно мы понимаем, но не то, что было в начале, потеряна первая любовь, потеряна желание к собранию святых, к жизни святой, нету роста духовного, произошел какой-то застой, знаете, сегодня некоторые христиане анализируя жизнь церкви говорят, а не то христианство пошло, но давайте будем не в общем смотреть, но лично проверять каждое свое сердце, данная притча это обращение лично каждому, призыв лично быть готовым, одолжаемой веры не бывает, пусть Бог поможет нам, братья и сестры, мы сегодня находимся во время благодати, во время возможного примирения с Богом, мы можем сегодня прийти к Нему и попросить прощения, попросить обновления духовной жизни и стать усердными, прилежными, чтобы светильник, поправить наши светильники, давайте поправим наши светильники, чтобы они горели, и пусть это будет для славы Господа принять решение, я больше так не хочу, я хочу обновить семейный алтарь, я хочу начать трудиться для Господа, я хочу посещать молитвенные собрания, я хочу быть ревностным в изучении Священного Писания, я хочу жить для Бога, незадолго до Олиной смерти, я был где-то на служении, и у нас на служении, где мы в поместной церкви, один проповедник приехал, который должен был гость проповедовать, он приехал пораньше, и он везде, на каждом месте повесил вот такой бумажный метр длинный, бумажный метр такой, ну люди не знали, что это, и он попросил потом каждому взять этот метр в руки, представьте себе, это 100 лет жизни, а теперь говорит, пожалуйста, каждый оторвите, говорит, столько, сколько вы уже прожили лет, ну и Оля мне рассказывает, мы с ней потом беседовали, ну 67, она отрывает, 67 в сторону, а теперь говорит, вспомните, что в Библии написано, дни лет наших 70, мы же это помним, да, братья и сестры, это при большей крепости 80, но многие умирают и раньше тоже, мы не знаем, когда Господь кого позовет, и он говорит, или оторвите столько, сколько вы думаете жить, я помню, один брат говорит, ну я, так подумал, ну до 80, 70 не стал отрывать, оторвал, говорит, до 80, да, я говорю, ну это не гарантия, что теперь ты вот эти, как бы загадал 80 лет, ты будешь жить 80 лет, Бог предупредил нас в дни лет наших 70, и Олег говорит, когда я вот так оторвала, посарела там, совсем чуть-чуть, 67 оторвано, и здесь от 70 дальше оторвано, остался вот такой кусочек маленький, это было так наглядно, и мы могли очень откровенно говорить об этих вещах, знаете, последнее, когда Господь мою супругу забирал уже, я помню, я так склонился, близко к ней, я ей говорю, знаешь, я всегда думал, что Господь меня раньше возьмет в себе, и она мне говорит, я тоже так думал, потому что оставаться тяжелее, я тоже так думал, а потом, помню, она так нежно, нежно, одной рукой меня прижала к себе, вторую запустила так в волосы, и говорит, ну, так Бог решил, я буду ждать тебя, я буду ждать тебя, знаете, вот это ждать, это было выражением веры, мы не уходим в пустоту, в неизвестность, мы уходим в дом Отца Небесного, мы уходим к нашему Спасителю, помните, апостол Павел говорит, мы знаем, что когда наш дом, эта земная хижина, разрушится, мы имеем от Бога дом нерукотворенный, вечный, я хотел пожелать этой веры каждому и себе, я хотел предложить сегодня всем нам поправить светильники, уже крик раздался, то есть голос возвещает, сегодня на собрании одна пропасть и другая об этом, будь готов, будь готов, Господь близко, выходите навстречу Ему, поправьте светильники свои, все что надо, мы не можем заглянуть в сердца друг к другу, но то, что Дух Святой нам открывает, что надо привести в порядок, в соответствие, давайте сделаем это, чтобы с радостью выйти навстречу жениху, чтобы наша жизнь отобразила Господа нашего, и чтобы люди видели, что мы дети Божие, что мы действительно спасенные люди. Я хотел пригласить тех, кого на самом деле Дух Святой сейчас побуждает обновить светильник жизни. Вы понимаете, что это к вам обращается Господь. Вы можете тихо встать и прийти вперед для молитвы, мы потом вместе с вами помолимся, но Духа не угощайте. Ваша личная вера. Сегодня Бог хочет помочь каждому поправить светильник и жить для него. И если есть такие, которые, может быть, годами тянут с этим вопросом, они еще не имеют вообще отношения с Богом, они еще никогда не каялись и не обращались к Нему. Друзья, сделайте это сегодня. Сегодня Иисус протягивает к вам свои пронзенные руки и Он говорит, я хочу помиловать тебя, я готов простить тебя, попроси прощения, пригласи меня в свою жизнь, в свое сердце. Другого пути просто нету, нету. Это единственный путь, это та дверь, через которую мы входим в вечность без страха. И помните, апостол Иуда пишет, что он силен поставит нас пред славой своей, неповинными и в радости, без страха идти навстречу Ему с горячим светильником. Я прощенный человек, помилованный Господом. Пусть Бог нам поможет всем вот этот шанс использовать, откликнуться на призыв Господа и потом пойти с радостью навстречу вечности, кого Дух побуждает обновить свои отношения с Богом, поправить светильник или может впервые обратиться в покаяние. Пожалуйста, придите сюда вперед и мы потом с вами помолимся, пока вы будете размышлять и выходить вперед. Давайте мы в полголоса споем, двери закрыты и поздние порой. Кто-то стучит, отзыва нет, но усталой рукой кто-то стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит, сердце открой, он недуг исцелит. Снова Христос стучит. Аминь.